приветствую ну светотень да то есть мы сейчас столкнулись со светотенью и как бы сразу понимаем что если есть тень есть свет и между ними есть как раз таки градация к черному к белому чтобы создать объем мы сразу вот видим шарик и понимаем что он подлежит правил светотени и одно из самых первых правил что ты мог знать то что то что к нам ближе становится она усиливается по контрасту а то что вдаль уходит она отпускается из этого выходит правило что тень преодоление осветляется а свет затемняется потому что то что к нам ближе она усиливается то что дальше мы отпускаем здесь как бы есть правило то есть вот мы можем разделить условно этот шарик и поделить на сразу мы любой объект можем поделить будто этот квадрат треугольник на свет и тень то есть на световую часть и на теневую часть сразу же из этого исходит сразу такая вещь что есть тень есть света у нас две вещи но сделал в такой объем у нас не будет чувствоваться передача объема и для этого люди придумали что мы добавим помимо того то что правило то что ближе мы контрастно то что дальше отпускаем добавим туда рефлекс допустим будем это постепенно все добавлять чтобы ну жизнь заиграла я лучше сделаю на новом этом шарике чтобы легче было усвоить материал вот есть уже теневая часть вот его посильнее сделаем и вот есть со световая и сразу как мы добавили у нас появилась вот эта херня это полутон полутон он отвечает за он относится к светлой стороне а вот эта тень да она относится то есть мы можем даже линии условно поделить чтобы нам легче почему нам стоит это поделить потому что мы должны понимать что светотень она теневая часть со световой не пересекается то есть вот есть тень есть полутон есть свет свет никогда не будет темнее чем тень потому что мы ее разделили то есть условно говоря как и полутон не будет темнее чем эта тень дальше мы исходим из правила что ну все нормально так как уже есть даже какой-то объем что-то чувствуется но все равно мало да и давайте мы просто ну добавим а рефлекса вот если бы рядом с нами стоял бы какой нибудь и там не за задний план да то есть условно говоря вот такой о во первых рефлекс он как бы умеет свойство окрашиваться и как вообще работает рефлекс ты же понимаешь что ну он идет допустим к стенке потом отходит и это очень много лучей которые создают вот эту светлоту которую ты вот отметил вот здесь идем дальше тогда ну как бы уже есть объемчик более-менее но еще мало да то есть мы можем на этом этапе как бы усилить контраст то что к нам ближе относится и сделать ну добавить еще больше какую-то там градацию можем добавить контраст вот тут посильнее сделать в полутоне но это уже другая фишка она как бы становится светлее чем сам свет но в нашем случае нам это не нужно потому что такая такой эффект обычно можно увидеть в каком-нибудь рисование там кожи в анимешных стилях есть такая практика мы добавляем да блик на объект чтобы но он стал еще объем не до блик это самое то есть вот идет луч самая ближайшая точка от света да допустим стоит у нас лампочка или солнышко и вот у самого это ближайшая точка к свету становится нашим бликом да и вот уже есть определенный объем у нашего шарика здесь у тебя давай проверим твой шарик что здесь не хватает ну во первых человек мог бы тебе сказать что здесь не хватает до контраста между разницы между теневой и светлой стороны то есть вот такая разница понимаешь она ну едва ли видно если ты уже добавишь просто теневую часть то у тебя ну шарик уже преобразуется сразу же но как бы это не ошибка потому что есть допустим делают на терморты и там очень мягко вот эти переходы сделаны то есть то есть в этом нету как бы ничего такого страшного но нужно просто осознавать что ты делаешь то есть ты хотел так сделать шарик или нет дальше мы у тебя видим сейчас я попробую удалить ну вот у тебя идет допустим теневая часть да мы поняли то что как бы разница между теневой частью тебя ее нет особой ну окей ты так задумал у тебя есть рефлекс да вот он первый рефлекс и у тебя есть вот этот рефлекс да соответственно смотри вот у тебя идут так лучики лучики они же не идут вот так потому что ну шарик же круглый и лучики идут то есть обычно вот так попадают до соответственно вот этот луч он на по факту должен быть сильнее чем вот это распределение потому что каждый отскок луча он теряет свою силу это можно сказать то что вот эта часть должна быть светлее чем вот это но из-за того что мы у нас идет день падающая то смотри я покажу допустим есть свет вот свет у нас есть после этого идет тень до день к свету между светом и тени у нас идет полутон да вот полутон допустим дальше в тень у нас идет рефлекс дальше идет падающая тень она будет темнее и после чего еще там идет вот тоже осветление тоже она возможно и мы должны понимать что это строгие соотношение тонов благодаря которым мы создаем как бы объем объекту да еще самый светлый таблик да и они никогда не должны пересекаться между собой то есть у тебя не должно быть свет находиться где-то в теневой зоне как рефлекс да то есть у тебя не должно быть такого что у тебя рефлекс он находится в теневой части да ты ее поделил то что он светлее чем световой части потому что ну рефлекс он относится к теневой части там действия рефлекс там и тень поэтому как у тебя падающая тень этот объект еще затем не темнее становится он не должен быть светлее чем световая зона потому что он мы пользуемся вот этими правилами которые показал что есть световая то есть сторона и теневая и они между собою не пересекаются понимаешь то есть свет он не будет то есть и не будет светлее чем сам свет логично как и сама сам блик не будет темнее чем теневая потому что ну это соотношение элементарно чтобы передать объем если допустим у меня будет вот этот рефлекс слишком светлым да он может быть в зависимости там от объекта но не таким все выразительным то есть сразу вот я добавил такой слишком сильный такой свет и сразу же объем он как-то исковеркался но бывает конечно материалы которые как бы подвластны только такому явлению мы сейчас вот эту тему условия разобрали что есть столы и как бы соотношения которые мы не не перегораждаем между собою то есть условно поделив то есть блик потом идет свет полутон потом идет тень потом идет падающая тень потом идет собственно еще тень собственно тень это смотри мы же все про лучи говорим вот лучи отскакивают и вот есть определенная зона вот она она не попадает если попадает очень слабая из-за этого у шарика есть собственная тень такая темная она у тебя вот не выражена то есть вот тут должно быть темнее сейчас я выражу как бы здесь мы добавили собственную тень но здесь не хватает как бы падающей тени да мы должны научиться проводить правильно падающая тень вот допустим здесь стоит свет и лучи они вот так окутывают и здесь образуется вот падающая тень то есть вот она и соответственно вот она наша тень которая выстроилась отлично мы просто вот ее наносим также рекомендую посмотреть видео как изменяется тень когда свет становится ближе или дальше ну в общем условно говоря мы как бы простроили и окей дальше теперь вопрос как что делать да что как стать лучшую как стать сильнее рисование первое что ты должен сделать это разобраться в том что как ты хочешь рисовать в каком в какой стилистике то есть ты можешь зайти на арт-стейшн и хотя бы взять минимум два-три художников как ты бы хотел бы рисовать либо найти их в пинчуристе иметь представление что ты хочешь в рисовании это я сейчас делаю отрывок видео чтобы перейти ко второй части чтобы блять меня компьютер не взорвался это не очень эффективно то и